Здравствуйте, дорогие друзья! Совместное заявление коренных народов. Мы, коренные народы из разных регионов мира, представляем это совместное заявление по случаю 10-й сессии Форума ООН по вопросам предпринимательской деятельности и прав человека. Несмотря на прогресс, достигнутый в реализации руководящих принципов ООН за последние десятилетия, мало что изменилось на местах для коренных народов во всем мире. Тем не менее, правительство и предприятия сознательно используют пандемию COVID-19 для покушения на наши признанные права, а также для ускоренной эксплуатации наших территорий. Политические убийства, принудительные выселения и другие нарушения прав коренных народов только набирают оборот. Во многих случаях речь идет о защите наших земель, территорий и ресурсов. Как признается в оценке результатов прошедшего десятилетия, проведенные этим форумом, жертвы из числа коренных народов, их семьи и общины по-прежнему имеют крайне ограниченный доступ к кровосудию или вообще его лишены. Применение руководящих принципов в ближайшие десятилетия должно опираться на Декларацию ООН о правах коренных народов, Конвенцию МОД 169, а также судебную практику и политику региональных правозащитных органов. В этих документах заложены стандарты, подлежащие включению в нормативно-правовую базу, принимаемую государствами или предприятиями. Мы настоятельно призываем государство ратифицировать и осуществлять Конвенцию МОД 169, а для Латинской Америки – соглашение с КАСУ. Руководство по проведению должной осмотрительности в области прав человека и окружающей среды обязаны включать соблюдение защиту прав коренных народов на самоопределение земли, территории и ресурсы, а также на свободное предварительное осознанное согласие. Кроме того, государства должны гарантировать всестороннее эффективное участие коренных народов в разработке национальных планов действий. При соблюдении этих и других мер, практическая реализация руководящих принципов поможет достичь эффективной защиты и соблюдения индивидуальных и коллективных прав коренных народов. Наше право отстаивать и защищать свои коллективные права на земли, территории и ресурсы должно полностью соблюдаться. Защитники прав коренных народов и окружающей среды не должны подвергаться притеснением, запугиванием, угрозам, убийством, произвольным арестом и задержанием по сфабрикованным уголовным обвинениям. Им непременно должна быть гарантирована защита. Мы настоятельно призываем предприятия разработать четкие обязательства, затрагивающие все уровни и всю производственно-сбытовую цепь целиком, при полноценном и эффективном участии потенциально затрагиваемых коренных народов. Оценка воздействия на права человека должна проводиться на всех этапах инвестиционного проекта. Необходимо положить конец практике эффективных консультаций, проводимых при сговоре государства и бизнеса, и при содействии контролируемых правительством НПО. Государства и предприятия, действующие на наших землях, обязаны уважать наше право на традиционное использование и контроль над природными ресурсами. Если третьи стороны разрабатывают эти ресурсы, коренные народы коллективно имеют право на справедливую компенсацию и извлечение выгод, проистекающих из этой деятельности. Во многих случаях право коренных народов на судебные средства защиты отсутствует или остается весьма ограниченным. Нам часто отказывают в праве на обращение в суд, не дают гарантии незамедлительного прекращения их нарушений, их неповторения, реституции и компенсации. Доступ к судебным системам стран, где зарегистрированы предприятия, имеет решающее значение для коренных народов. Однако они часто не получают технические и финансовые помощи для использования этих систем. Эта рабочая группа рекомендовала применять законы коренных народов при осуществлении руководящих принципов. Законы и правовые системы коренных народов направлены не только на определение и возмещение материального ущерба, но и на восстановление мира и гармоничных отношений с другими живыми существами и с матерью-землей. Внесудебные механизмы правовой защиты, такие как национальные контактные пункты ОСР и механизмы рассмотрения жалоб на оперативном уровне, часто также не обеспечивают эффективных средств правовой защиты. Они должны быть независимыми, беспристрастными и уважать законы и подходы коренных народов к разрешению споров. Национальные контактные пункты должны добиваться своевременных соблюдающих права человека результатов. Необходимо надлежащим образом смягчить бездисбаланс возможностей между предприятиями и коренными народами. Государствам следует пересмотреть усовершенствовать мандат национальных правозащитных учреждений по борьбе с нарушениями прав человека коренных народов при полноценном и эффективном участии коренных народов. Следует отметить примеры передовой практики, тогда как национальные правозащитные учреждения эффективно действовали в качестве защитников коренных народов. Мы настоятельно призываем государство принять участие в процессе переговоров по имеющемуся обязательную юридическую силу международному документу о регулировании деятельности транснациональных корпораций в качестве шага вперед в обеспечении подотчетности предпринимательской деятельности. Последние десятилетия демонстрируют, что исключительно добровольных рамок для соблюдения прав человека предприятиями недостаточно. Безнаказанное нарушение прав человека коренных народов предприятиями должно быть прекращено. Надо действовать сейчас. Спасибо за внимание.